Мы приветствуем всех гостей нашего кинотеатра под открытым небом. А вот и неправда. Не всех. Сегодня специальный сеанс для людей достойных лет. Это каких? Тех, кто помнит значение сакрального заклинания детям до 16. А, да. Это вам не H-verification на легкомысленных сайтах. На страже той системы стояли бабушки-билетерши. Чтобы их обойти, требовалось недюжинное читерское мастерство. А знаете, от чего тогда защищали детей до 16? От созерцания этого аквариума. Вот такие были времена. А как мы проверим возраст зрителя? Очень просто. Паспарту. Но ведь юные тоже могли смотреть. Нет. Так чтоб с душой. Только если в те годы смотрел. В круг света 80 дней. С паспарту. Чтоб стать супругой Линды Мэйс. С паспарту. Нам мистер Фикс решил придти, чтоб лорку Мэйс угодить. Должны его мы победить. С паспарту. Вижу, вижу. Здесь действительно собрались те, кто помнит. Итак, мы бонус, гаммовер и передача без винта. В юности мы представляли себе будущее, опираясь в основном на журнал «Техника молодежи». Там все было расписано на сотни лет вперед. Вот говорят, футурология – мертвая наука. Мол, ничего и никому предсказать не удалось. «Техника молодежи» блестяще опровергает доводы скептиков. Давайте посмотрим, что сбылось. Выпуск 1950 года. Предсказывает эвакуаторы. Сбылось на все 100%. Последний раз три дня назад. Робот-бармен. 1956 год. Гренадин добавляет. Да, и оливку положил. Сбылось. Правда, пока только в Японии. Так. 1977 год. Похоже на большой адронный коллайдер. Надо же. Сбылось. Ну а в наши дни о будущем, которое того и гляди наступит, мы узнаем в основном из компьютерных игр. Довольно познавательно в этом смысле программа «Масс Эффект». Согласно этой ролевой игре, в 2148 году человечество выйдет в космос. Вообще-то, это произошло в 1961 году. Ну, видимо, имеется в виду большой космос. Иные светила, галактики. Ты понимаешь, о чем я? Как не понять? Оказалось, что безжизненный космос довольно густо заселен различными инопланетянами. Людям пришлось завоевывать себе место в существующей иерархии. С чем они? Мы. 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 В общем-то, справились. Но тут выяснилось, что любовь ко всякого рода предсказаниям свойственна не только читателям журнала «Техника молодежи». Согласно популярному в галактике пророчеству, скоро в мир придет раса неких потрошителей, которые каждые 50 тысяч лет зачем-то уничтожают разумную жизнь в обитаемом космосе. Как-то справиться с надвигающейся угрозой поручено нашему альтер-эго, капитану корабля «Нормандия» по фамилии Шепард. А звать-то его как? Да как угодно. Имя можно дать любое. Но в диалогах все предусмотрительно обращаются к герою только по фамилии. Помимо имени, игрок выбирает класс персонажа. Классы здесь вполне традиционные для РПГ. Только маги называются биотиками. А вот и эротика. Хм, а девушка-то явно неземного происхождения. О да, это Лиарат Сони, товарищ по команде. Она из народа Асари. Асари вкладывают особый смысл в выражение «контакты с инопланетянами». То есть половые тоже входят? Да. По желанию играющего, и Мерек Шепард может ухаживать за некоторыми коллегами, в том числе и Лиарой. Любопытно, что Асари могут родить ребенка от практически любого разумного гуманоида. Приятно, наверное, думать, что у тебя будет не просто ребенок, а принципиально новый биологический вид. Во вселенной немало разумных существ, но я полагаю, что Асари – самые популярные. Капитан Шепард и его команда путешествуют от планеты к планете, налаживают дипломатические связи, где это возможно, и вступают в битву, где это необходимо. В бою вы управляете Шепардом, а он управляет еще двумя персонажами. Поэтому уровни можно проходить двумя способами. Не рискуя собой посылать в бой подчиненных... Ты и так ничем не рискуешь, потому что сидишь дома за компьютером. Или больше полагаться на собственную меткость. Интерфейс управления партнерами довольно громоздкий. Да, и не скоростной. Хорошо, что не в футбол играют. Ну, в сборной, может, и смогли бы. Тут есть активная пауза. Вот-вот. Так что же ждет нас в будущем, по задумке авторов? Если обобщить? Близкие контакты четвертого рода. Ну, техники молодежи тоже предрекали нападение из космоса. Это когда? Еще в 1970-м году. Космическая раса бородатых клонов обстреляет Землю из огромной пушки. Надеюсь, до этого не дожить. А что из предсказанного уже сбылось? В 1991-м году редакцию явно посетили видения грядущей онлайн-РПГ Эверквест. Сегодня сведения о технологиях будущего мы поищем в игре Портал. Сама история появления игры уже способна укрепить веру в светлое будущее. Некие студенты из технологического института Дикпен создали забавный любительский проект Нарбакюлар Дроп. Однажды они показывали его друзьям из компании Valve. Той самой, которой мы обязаны игрой, Half-Life. Основатель Valve Гейб Ньюэлл так впечатлился, что немедленно пригласил ребят на работу. Первым коммерческим проектом студентов и стал Портал. Игра эта весьма и весьма оригинальна. Интерфейс, согласитесь, напоминает о шутере от первого лица. Однако стрелять во врагов нам практически не придется. Действие вращается вокруг полезного во всех отношениях приспособления. Aperture Science Handheld Portal Device. Портативного устройства для создания порталов. Дыр в пространстве, через которые можно мгновенно перемещаться. Как далеко? В игре не приходится прыгать дальше, чем на пару десятков метров. Но кто знает, каковы скрытые возможности девайса. А это что же? Мы видим самого себя? Да. Порталы причудливым образом искажают пространство. И, кстати, не самого, а саму. Герой игры – девушка по имени Чел. Ее облик позаимствовали у актрисы Олесии Глайдвилл. Итак, девушка пришла в себя в лабораторном боксе. Как она туда попала, история умалчивает. Первое, что мы слышим – голос компьютера с длинным названием Genetic Life Form and Disk Operating System, сокращенно Глэдос. Глэдос – полноценный персонаж игры. Компьютер, наделенный самосознанием. Иногда, кстати, возникает ощущение, что Глэдос – немного того, с приветом. Ее озвучивает оперная певица Эллен Маклейн. Глэдос, которая, похоже, соскучилась по обществу, постоянно болтает. При этом она, кажется, слегка зациклилась на каких-то тортиках и ждет, что Чел разделит ее нездоровые увлечения, обещая в конце испытаний тортик. Кстати, ближе к концу игры мы найдем подсобное помещение. Там на стене будет кровью написано «Тортик – ложь». Между уровнями лаборатории курсирует лифт, оснащенный антиэкспроприационной защитой. Чем-чем? Защитой от экспроприации. От чего? Ну, чтобы не выносили ничего, по-нашему. О такой системе мечтают директора многих предприятий. История эта заканчивается практически схваткой между Глэдос и девушкой. То есть, скорее, не заканчивается. Если воспринять очаровательную композицию «Стил и лайф» еще жива на финальных титрах, как намек. Ее, кстати, исполняет та же Элен МакЛейн. Портал вызвал большой резонанс среди любителей компьютерных развлечений. Такого создатели не ожидали. Некоторых проект вдохновил на собственное творчество. Вот, например, флэш-версия игры, довольно точно воспроизводящая оригинал. Игра, уровни которой абсолютно безлюдны, породила на удивление много популярных персонажей. Ну, с Чел и Глэда все понятно. Они яркие личности и сильные характеры. Однако, совершенно неожиданно, в любимцы публики выбился Weighted Companion Cube, утяжеленный куб-компаньон 17-го уровня. Подобные кубики используются в игре как грузы для удержания кнопок. Однако этот особенный. На его гранях нарисованы розовые сердечки. Похоже, некоторые из прежних узников лаборатории сходили с ума от одиночества и начинали считать куб одушевленным существом и своим другом. Выяснилось, что и в реальной жизни многие не прочь заполучить такого компаньона. Куб появился в виде брелоков, тортов и мягких игрушек. Получили свою толику славы и пулеметные турели из портала. Оказывается, они живут полноценной и очень насыщенной жизнью. Отлично. Так, о чем ты говорил? Ты смотрел Лост вчера вечером? Начало четвертого сезона. Они все еще на этом чертовом острове? Нет. Я играл в Call of Duty 4. Ты шутишь? Call of Duty отсасывает у Halo 3. Ты сам сейчас у меня отсосешь. С каждым днем я ненавижу тебя все больше. По-моему, излишне грубо. Может и так. Но кто сумеет сделать им замечание? Они же пулеметные турели, подумай об этом. И, кстати, они знают, как обращаться с людьми. Ты слышал? Там кто-то есть. Скажи, что видишь его. Зачем? Я ведь его не вижу. Людей это пугает. Окей. Я вижу тебя. Отличные парни. Они мне нравятся. Come out, bitch. Обычно всякий, кто предсказывает будущее, норовит поведать о великих событиях и глобальных открытиях. Но это не касалось нашего оракула, журнала техника молодежи. Редакция занималась прогнозированием и мелких, даже бытовых явлений. Уже в 52-м году они предупреждали, что в будущем в некоторых областях появится такой промысел. Воровство провода ради сдачи в пункты приема цветных металлов. Пятью годами позже общественность была поражена первыми сообщениями о неведомой гей-культуре. Почти за полстолетия до появления так называемых элитных коттеджных поселков нас о них предупреждала редакция любимого журнала. Кстати, справа внизу изображены сами сотрудники редакции, которым доступно лишь созерцание таких особняков. Как и нам с тобой, дружище. И на этом, собственно, все. Будучи уже наступило, имейте в виду. Гейм, как говорится, ова. В смысле... Гейм, как говорится. Гейм, как говорится.